Два дня, два омских вуза. Актуальные вопросы и различные подходы в их решении. В Омске состоялась первая международная научно-практическая конференция противодействия преступности в профессиональном спорте. В диалоге приняли участие представители органов власти, сотрудники спортивных ведомств и ведущие юристы страны. Первый день работы конференции прошел в стенах Омской Академии МВД России. Естественно, не зря выбиралось место, как Омской Академии МВД, потому что именно МВД стоит в авангарде сегодня защиты интересов государства, связанных с противоправными влияниями. Спорт, к сожалению, также не является исключением. Для того, чтобы успешно бороться с противоправными посягательствами в сфере спорта, которые, к сожалению, случаются, нужно иметь базу, в том числе экспертную, исследовательскую, научную базу. И для этой цели и собираются эксперты, научные работники, практические работники, для того, чтобы обсудить эти вопросы. Собравшиеся заслушали доклады и обсудили актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с федеральными стандартами спортивной подготовки и борьбой с допингом. Во второй день участники конференции продолжили работу на базе Сибгувка. В обсуждении приняли участие более 30 представителей различных структур, чья деятельность связана с физической культурой, спортом и юридическими аспектами в этой сфере. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов открыто затрагивали действительно актуальные вопросы профессионального спорта и в дискуссии находили решение. «Было очень жарко на самом деле, когда все активно участвовали, все принимали участие. Очень приятно, что у нас сегодня собрались такие специалисты. К нам приехали специалисты Интерпола с Белгорода, с Томска, с Кемерово, с Новосибирска, с Санкт-Петербурга, с Нижнего Новгорода, ну, конечно же, с Москвы. Видите, какая большая делегация, вплоть до того, что к нам приехали представители Госдумы. Я считаю, что это как раз показатель актуальности темы и показатель нашей работы». «Меня удивилась компетентность участников конференции, их профессионализм. И у Сибирской школы вообще меня удивила. Очень приятно. Я не ожидал такого высокого уровня конференции и такого квалифицированного обмена мнения. И спасибо Министерству спорта Омск области еще раз, потому что они набрали смелости и блестяще организовали эту конференцию, и не побоялись открыто обсуждать все злободневные вопросы». По итогам международной конференции будет составлена резолюция, которую представят на ближайшем заседании Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи при Госдуме РФ. Редактор субтитров А.Семкин